Итак, дорогие друзья, мы сегодня решили пройтись по всем поздным городам Иркутска, по лучшим поздным городам Иркутска. Я взяла с собой своего коллегу Николая, потому что в деле тестирования поз, как бы и двусмысленно это не отвечало, важно наличие мужчины, потому что лично я не съем больше двух поз. Коля, ты сколько поз съешь? Ну, смотря как долго мы будем ехать. В течение какого времени, да? Да, ну от пяти до двадцати. Окей, вызов принес. Наша первая остановка сегодня, наша первая поздная, это Датсан. И не тот, который все рекомендуют не на баррикад, а Датсан, который находится на въезде в Иркутск со стороны Ангарска. Это новый, да, Датсан? Новый, только летом открылся. Летом открылся Датсан и наверняка там есть позы тоже. Мы не смогли поснимать в Датсане, потому что там идет служба, ну и как бы не камильфо. Так, друзья, мы приехали в поздную Датсана нового, и она очень даже приличная. Итак, наши первые позы за сегодня. Вообще, что такое поза? Позы, таким образом они выглядят, это бурятское блюдо. Поза это мясо, завернутое в тесто. Так, мы попробовали нашу позу. Соус очень вкусный. Попробуем мясо. По-моему, шикарно. По-моему, очень хорошо. Чем больше звуков мы произведем, когда едем позу, тем лучше. Так, это были наши первые позы, и они были действительно очень классные. Тебе понравились, Коля, позы? Классный поза. Действительно, очень супер топчик. Это хорошее место. Наша вторая остановка уже в цивилизации, практически в центре города Иркутска. Это позная Амрита. На фортуне. И зашли мы в позную Амрита, а мест нет. Ожидание. Но мы решили ждать. Коля, сколько ты поз максимум в своей жизни за раз съел? Был у меня такой опыт, я участвовал в соревнованиях по поеданию поз на скорость. Это в Иркутске, что ли? Да, в Иркутске. Обалдеть. Я прошел отборочный этап, нужно было в отборочном этапе, нужно было за 2 минуты съесть 4 поза. Ну, это как бы легкотня. Ну, это пыль для военных моряков. Это легкотня, да. А во втором этапе нужно было за 4 минуты съесть максимальное количество поз. Я съел 11. Победитель этого этапа съел 18 поз. Потом еще 2 минуты добавили, и в финале победитель съел 28 поз за 8 минут. Он выжил вообще? Да. Ну, там все победители были в первой, в третьей места, они все были многократно. Они не раз... Чемпионы многократные? Они не раз прогреждали в этом виде спорта. Ну, мы в следующем году будем участвовать тогда вместе. Да. Класс. На первом этапе я старался откусить больше позы, больше в себя позы засунуть, а потом долго это все жевал. А потом увидел, как стратегию чемпионов. Они откусывают часто и по чуть-чуть. И как бы на желание у них уходит намного меньше времени. У меня тоже как-то был случай с позами. Мы ели позы в Бэйнтайне с гостями, с нашими туристами. И гости имели неосторожность называть позы хинкалями. Так. Вот так, короче, хритинь. Да, и пришлось вызывать полицию, составлять протокол за оскорбление чувств любителей поз. В общем, ну, то есть, это же разная вещь. И позы должны были 15 суток, точно? 15 суток и меньше. Потому что позы – это позы? Да. Итак, нам привезли позы. Наши опять две позы на тестинг. Позная Амрита. 18 минут нам несли эти позы. Можно сказать, что в Иркутской области мы называем позы хозами. А в Бурятии они называют их бузы. Бузы. Вот. Но это одно и то же. Очень важно, чтобы тесто в позе было целым. Чтобы оно не было порванным. Потому что если вам принесли порванную позу, то это враг. Почему? Потому что внутри у нас есть бульончик, который не должен выйти раньше времени. Поза не едим руками. Поза – это такой символ юрты бурятского традиционного жилища. В этой юрточке есть на ветку дырочка. Это дымоход. И чтобы войти в эту юрту, нужно сделать вход. То есть мы сами делаем юрки дырочку. И выбиваем сок. Он очень горячий. И нужно умудриться не отжечься и на себя ничего не пронять. Мне кажется, немножко суховато, да? По сравнению с теми. Там было больше лука. Но тоже. Ну, хочу я тебе сказать, что в этих позах тоже определено что-то есть. А тоже неплохо. Вообще неплохо. Не лучше, чем в предыдущем месте, но тоже окей. Ну что, Коля, как это было? Ну, позы неплохие. Они, конечно, немножко суховатые. Видимо, малое содержание финины в составе фарша. Ну, тем не менее. Нормально. Нормально, да. Ну, штук 3-4 точно. Очень сильно пахнет котельной. О, вообще. Фу. Давление высоко, конечно, до мистерлица. О, вот это запах. Третья остановка на позы. Это Дэдсан на баррикад. Все иркутяне это место знают. Как место, где подают самые лучшие. Принесли наши постки в Дэдсане. Слушаем, ну, по эстетике они пока на первом месте. Посмотри, смотри, как они сделаны. Вот эта юрточка, вот этот дымоход. Слеплено на свободе. Меняться товара, меняться поставщики. Ну, что делать? Да, то есть мы пришли, приходим к такому выводу, что, в принципе, вот то место, которое рекомендовали им практически все иркутяне, это лучшее поздно, это в Дэдсане. Ну, на данный момент мы бы так не сказали. То есть покушавшие позы в Амрите и попробовав позы в Дэдсане на Воленино, ну, те однозначно лучше, чем вот сейчас в Дэдсане на баррикад. Все меняется, да, наверное? Все меняется. Слушай, может быть, нам больше всех понравились позы в первом Дэдсане, потому что мы туда пришли голодные. Ну, я не исключаю такой вариант. Но все-таки нет. Все-таки нет. Все-таки нет. Мне кажется, мы были элективны. Итак, наша четвертая позная, это поза на Пионерском, на Пионерском переулке. Это сетка, один из ресторанов сети. Позная у этой сети так и называется, той улицы, на которой они находятся. То есть позная на Ленино, позная на Канадзаву, позная на Октябрьской революции. И вот мы выбрали позную на Пионерском, потому что она на вид самая, наверное, приличная. Ребята, на данный момент это самое красивое позное, сверх, которое мы посетили. Очень цивильная, очень приятная атмосфера. Играет музыка. Уже нарядили елку. На стенах у нас висят фонарики, картинки. В общем, здесь очень приятно. Тут такое место, смотрите, полупустой зал, потому что здесь больше людей в будни, потому что много офисных помещений, все приходят сюда кушать, обедать, печать, проводить деловые встречи, наверное, какие-то. А сегодня суббота, очень много свободных столов. Очень просторно. Коля очень рекомендовал сходить в туалет. Говорит, туалет огонь. Туалет огонь, да. Иди проверь. Пойду на инспекцию. Ого! Туалет. Поздно. В нашем рейтинге на втором месте после Датсана первого. А из учителя местоположения, то, наверное, на первом, потому что удобно расположение. Ну, и интерьерчик. Интерьер в центре города, да. И туалет шикарный. Поздная номер пять. Возможно, последняя, ну, или крайняя, в общем, на сегодня. Это наша последняя позная. Буза. Поздная Буза. У нас две, да? Бузы в городе. Ну, вроде-таки приличные. Пойдемте. Поздная Буза. Так как у нас уже немножко тошнит, мы начинаем заказать, что и Цезарь. И Цезарь поздно, поздно и куда? Буза. Очень вкусно. Это прямо мастра. Бузе мы решили заказать три вида поз. Все, которые тут были. Одна – это поза классическая, которую мы сегодня везде едим. Другая Буза или поза – это рубленая. И Black Буза с черным тестом. То есть начинка должна быть репетично классической, а тесто – черное. Итак, вывод один. Я больше никогда в жизни не буду есть позы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok